Как правило, мониторинги благоустройства – это системная работа, от которой зависит безопасность, чистота и уют. Задача стандартная – выявить недостатки, обозначить их и устранить. Но рейды в начале весны всегда особенные. Сник сошел и обнажил все, что было так удачно, скрыто от глаз. Дороги, тротуары, дворовые территории, мусорные контейнеры и площадки. Их состояние – вопрос номер один. В том числе в рамках комиссии по линии МЧС смотрится где-то техническое состояние тех или других сооружений. Если находятся серьезные проблемы, значит эти объекты попадают в список потенциально опасных. И в дальнейшем уже принимается решение комиссионно, что с этими объектами делать. Будто их приводить в порядок, либо демонтировать. Буквально за час специалисты рейдовой группы выявили порядка десяти нарушений. Первым объектом внимания стал сквер, что на улице Жукова. Там следует провести санитарную обрезку веток. Нашлись некоторые нарушения в дворовых территориях. Сломанная скамейка во дворе, несанкционированные объявления на столбе и извечная проблема граффити в неустановленных местах. Эти нарушения вскоре будут устранены. Выдаются предписания собственникам с целью приведения в соответствие тех или других моментов. Если эти предписания не выполняются, данные собственники привлекаются к административной ответственности. Не остаются без внимания и те места, которые следует ставить в пример. Дома товариществ, собственников Нарокоссовского – это лучший образец того, каким красивым, современным и благоустроенным может быть двор. Все оборудовано руками и средствами жильцов. Конечно, без жильцов такой бы красоты не было. Ни я, ни дворник не в состоянии были бы все это самостоятельно сделать. К сожалению, общество у нас такое, не знаю, либо завидует, либо не хотят, чтобы у кого-то было красиво. И так как проходной двор у нас открытый, что днем, что вечером, по камерам видеонаблюдения видим, как просто проходящие все это уничтожают. Красивые цветы они вырывают, убегают сразу. На какое-то время, конечно, во всех жильцов у меня осадок, руки опускаются. Проходит время, мы опять стараемся, что-то покупаем, сажаем и повторно наводим красоту. Также специалисты проинспектировали один из крупнейших гаражных кооперативов Московского района города. Совершенно неудивительно, что проверка получилась масштабной. Каждый четверг мы занимаемся обходом территории не только ЖЭСовской, но и территорией гаражных кооперативов, ЖЭСПК, товарищей собственников, магазинов. Ну, все территории, которые находятся в ведомстве ЖЭС. Все эти рейды приводят к положительному результату, все реагируют положительно. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.